Добрый день, уважаемые эксперты, я Луки Эдуард, учтенник 11 класса Майонской средней школы имени Владимира Петровича Ларьонова. Тема исследования – «Боевой путь воина 100-достаток команды из Меган-Канглазского района». Целью работы является изучение «Боевого пути воина 100-достаток команды из Меган-Канглазского района», призванного 27 июня 1942 года. Рассматриваемая проблема впервые становится предметом специального комплексного анализа, хотя отдельные аспекты проблемы разрабатывались исследователями. Исследование проводилось на основе рассекреченных военных документов из фонда Центрального архива Министерства обороны, также воспоминания самих воинов, которые хранятся с 1975 года в фонде нашего школьного музея. Введены научно-образие, всекреченные архивные документы. На основе исследования, наставление документов, стало установить полное имя бойцов, из каких населенных пунктов были призваны, состав команды, маршрут и исследования до военного лагеря Чабаркуль. Время направления воин в действующую армию, место службы, какие полки, дивизии, армии, фронты, сражения и военные операции, в которых принимали участие воины, количество погибших в бою и пропавших без вести. Результаты состоят в следующем. В точнеочисленный состав 120 команды. Из 527 воинов, 318 были из Мегана Конглазского района. Наибольшее количество воинов было призвано из жабыльского наследия. Из 100 воинов команды, судьбой которым мы последили живыми, вернулись только 11. Под документом Чероптинского и Мегана Конглазского комиссариата военных частей удалось установить, что из 100 бойцов пропали без вести 33 человека. На основе донесения военных частей удалось установлено, что из 100 человек погибли в бою 32 солдата. Из документов эвакуационного госпитта установлено, что 3 насы солдаты умерли от ран и 8 от болезней. Наибольшее число воинов этого призыва было направлено на Западные, Северо-Западные и Калининские фронты, стали участниками Ржевско-Сталинградской битв и операции по освобождению Новгородской области и Украины. Наибольшее число воинов призыва принимало участие в 1-й и 2-й Ржевско-Сечевских, 2-й Ржевско-Вязамской операции Ржевской битвы, Гемянской, Старорусской по освобождению Новгородской области. Основываясь на источниках, можно сделать следующие выводы. Первое. Секретенные военные документы Центрального архива и воспоминания самих воинов из Фонда Школьного музея являются важным источником установления достоверных фактов, связанных с участием воинов 120-й команды. Второе. Исследование документов, свидетельствующих о участии воинов 120-й команды в Ржевском сражении, утвердило на смысле, что Ржевское сражение, наряду с московским, сталинградским, курским, занимает особое место в истории Великой Отечественной войны и может рассматриваться как отдельно взятая значимая битва. Третье. Развитием данной темы может стать исследование истории и участия воинов Меган-Кангласского района в Ржевском сражении. Спасибо за внимание.